Безличностный аспект Абсолютной Истины 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 Выше всего он ставит изучение именно шримад Багаватам В других пуранах предлагают разные способы поклонения полубогам, но в Багаватам говорится только о Верховном Господе. Полубоги это различные части тела, самим же телом является Верховный Господь. Отсюда следует, что кто поклоняется Верховному Господу не нуждается в поклонении полубогам. Верховный Господь сразу же утверждается в сердце преданного, выделяя шримад, выделяя шримад Багаватам. Из прочих куран господь Чайтаним Ахапрамул называет его безупречной кураной. Чтобы правильно воспринять это трансцендентное послание, его нужно слушать со смирением. Вызывающее отношение к нему едва ли будет способствовать усвоению этого трансцендентного послания. В этой шлоке употреблено специальное слово, указывающее верный путь к пониманию Багавата. Шу-шру-шу. Оно означает, что человек должен стремиться слушать это трансцендентное послание. Первым необходимым условием является искреннее желание слушать. Те, кто не очень удачлив, совершенно не проявляет интереса к слушанию шримад Багаватам. Сам метод прост, но следовать ему трудно. Неудачливые люди находят достаточно времени, чтобы вести пустые разговоры на социальные и политические темы. Но когда премные приглашают их на чтение шримад Багаватам, у них вдруг пропадает всякое желание слушать. Порой профессиональные чтецы Багаватов сразу же окунаются в сокровенное повествование о выдохе Верховного Господа, трактуя их как эротическую литературу. Шримад Багаватам надлежит слушать с самого начала. В данной шлоке говорится о тех, кто способен понять смысл этого произведения. Человек обретает способность слушать шримад Багаватам только после того, как совершит множество праведных поступков. Великий мудрец Вьясадева заверяет разумных, вдумчивых и рассудительных людей в том, что благодаря слушанию шримад Багаватам они смогут непосредственно осознать Верховную Личность. Просто согласившись внимать этому посланию, человек может сразу достичь уровня Парамахамса, минуя многие ступени осознания, описанные в ветках. Интересная последняя фраза, о чем мы вчера говорили на фразовском сцене. То есть, если это произведение для Парамахамса, то как вообще, в чем мы тут делаем? Да? Зачем мы тут собрались, если это произведение для Парамахамса? Ну, а чего упало все в комментарии, вот эту последнюю фразу говорит? Просто согласившись внимать этому посланию, внимать значит внимательно слушать. Человек сразу же может достичь уровня Парамахамса, минуя многие ступени осознания, описанные в верах. То есть, другими словами, господа, все, кто к нам присоединился, поздравляю вас, вы все уже Парамахамса, потому что вы просто согласились внимать. Парамахамса 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 Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, это Бхагават Куранова провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина, реальность, во имя всеобщего блага, отличная от иллюзии. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной боговато Пураны, составленной великим мудрецом Бьясадевы в поры его духовной зрелости, вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послания Бхагавата, это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце. Вчера мы говорили о том, что в первой же шлоке Вьясадева автор и составитель Вет, автор Шимадбхагавата, который не был удовлетворен всеми теми трудами гигантскими, которые он составил на благо человечества, поскольку уже эпоха Кали наступала с уходом Кришны, у Кали вошел все крова, то я с этого понимал, что сознание людей будет деградировать, что память их будет просто, так сказать, никакой. Раньше не было личности. Раньше полностью все веды передавались из уст к уста, от учителя к ученику. Просто один раз наговорив, ученик сразу знаменал. Такая была память. Но в Кали мы видим, что, конечно, есть личности, которые могут всего Евгения Негина запомнить, процитировать. Есть, например, преды, которые богатки узнают наизусть. И таких немало. Но в целом память уже не такая, конечно, чтобы запомнить, например, 18 тысяч шлок Шимадбхагавата. Поэтому Вьясадева он понял, что нужно записать это все. Все это нужно записать. В противном случае оно просто кознание идет. И когда он составил все эти труды, он понял, что удовлетворения в сердце нет. И мы говорили о том, что Нарада, его духовный учитель, он сказал, это нет удовлетворения, потому что ты фактически описал всего лишь два аспекта. Ты каким-то образом коснулся безличного брамана, ты описал по роману локализованный аспект Бога, но ты ничего не рассказал о самом Боге, о боговании. Ты ничего не рассказал о Его деяниях. Мы говорили, что очень важно, если мы таким личностно отнестись к кому-то, знать не только Его имя, не только Его форму, но еще и Его качество и деяние. И Ясадев, вдохновленный своим духовным учителем, он поведал Шимад Багбатам, который описывает игры Господа в этой, и не только в этой вселенной. Багбатам – это описание игр Господа и Его преданных. Про Падар таким образом говорил. И даже однажды Его спросили, а в Багбатам есть описание Ожак Дарк? Он спросил, она святая? По всей видимости, да, Славянская. Если она святая, тогда и о ней есть описание, если это описание. Поэтому Шимад Багбатам еще пишется, потому что святые сейчас приходят в этот мир и разворачивают свою миссию, проповедь, возвращая назад на Богу все больше и больше живых существ. И в первой же шлоке Ясадева утверждает верховный авторитет Кришны Васудевы. Именно Шри Кришны Васудевы – сына Васудевы Девы. Он утверждает, что он является абсолютно истинной, и из него исходит все. Он является причиной всех причин, суммом бонум и высшим владом для всех. Во второй шлоке он, Ясадева, говорит о Багаватапуране и утверждает авторитет Багаватапураны. Мы видим, что Багаватапурана, она не описывает процесс Кармаканды, поклонения. Если Веды описывают процесс Кармаканды, поклонения, поклонения полубогам, или как жить в этом мире, так сказать, припеваючи, да, как вот можно как-то, и все иметь, и ничего, чтобы за это не было, это Кармаканды как раз. Это раздел Вед, там много всего. Но Ясадева сразу заявляет, что Шамад Багаватапуран не об этом. Шамад Багаватапуран не о поклонении полубогам, не о этом материальном мире. Оно полностью трансцендентно к благодарению чувств. И, казалось бы, а зачем нужно такое описание, которое вообще полностью трансцендентно к благодарению чувству? Ну, то есть, которое не дает знания о том, как наши чувства благодарять. Это знание очень непрактичное, казалось бы, в этот мир. Непрактично. Все Веды, они описывают четыре пути, вот я здесь пишу Крупаду в комментариях, говорят, четыре основных элемента религии. Интересно, что религия, как говорится, жизнь начинается с религии, Веды говорят об этом. А у нас, по всей видимости, вот в сознании материста, жизнь заканчивается в религии. Религия обращается только тогда, когда уже все, так сказать, уже тело никуда, наслаждались, что называется уже, и необходимо как-то вот уже подумать о душе. Знаете, как в анекдоте уже несколько раз говорили, говорили этому товарищу из благочестивой семьи Браменов, вот, что, ну надо бы как-то посвятить свою жизнь Богу уже, ну ты из такой семьи. Вот. Он сказал Богу, ну сейчас у меня тело молодое, я могу еще наслаждаться, я буду старым, уже все невозможно, ничего будет делать. И я тогда, так сказать, предамся Богу. Пришла старость, свалился уже в кровать, все умирает, на смертном одре просит, принесите мне четки, я буду повторять харитрично. Ну, дети, сыновья, внуки убежали быстрее за четками, там, покупать в магазин куда-то в Гангу, или куда-то там, в общем, быстренько обиданту купили, четки, вот, приходят, там уже мертв, все. И вот таким образом, как бы, действуют, действуют мы, то есть мы, для нас религия начинается в старости. Там хороший конец этой истории, поскольку пришли ямадуты, и когда они стали забирать эту личность, пришли ангелы, ямадуты. И они сказали, вы не можете его забрать. Я могу сказать, стоп, 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 подождите, подождите. Саджанил, и понятно, тот хотя бы именно рай не произнес. Но это не было имя Бога, это было имя его сына. Но имя Бога такое могущество, что оно спасло его. Но в этом случае он даже имя не произнес. И тогда ангелы сказали, но хотел. Но, к сожалению, у многих из нас даже желания не возникает произнести имя Бога, даже в старости. В крайнем случае, как Кришна говорит, подождите, люди приходят к религии в беде. На 80% религии обращаются в беде. Есть другие категории людей, когда люди обращаются к Богу ради материальных благ. Об этом как раз говорится сейчас в комментариях Шелкопада говорил, что люди обращаются к велики, как правило, для экономического процветания. И когда есть другой способ, Шелкопада говорит, заработать деньги без религии, они говорят, да, зачем мне нужны треники. Так, все. И вот эти четыре вида деятельности религиозные, они называются религиозные деятельности, как ни странно, мы их знаем. Это тхарма, арха, тхарма и мокша. Тхарма следует долгу или иногда переводится как религия, то есть с чего начинается как раз жизнь человека с религии, просто с благочестивой деятельности. Второе, арха следует долгу просто дает материальное процветание. Арха дает материальное процветание. И люди понимают, а следует тхарме. Дальше идет кама, это тоже религиозная деятельность. Кама – это наслаждение. Кама с утра, да, то есть наука о наслаждениях, с утра о наслаждениях, мудрость о наслаждениях. Кама с утра многим известна, я имею в виду в миру, и в отличие там от каких-то других писаний. И кама тоже называется здесь одним из элементов религии, основных причем. Кама – наслаждение чувств. Но подразумевается правильное наслаждение чувств. Кришна в Багалаките говорит, я – головая жизнь, не противоречащая религиозным принципам. Кришна говорит, что никто не может разорвать чувства и объекты чувств. Никто не может разорвать то, что я сказал. Поэтому наслаждение или желание чувствных наслаждений – это не что-то аномальное. Другое дело, как в первом стихе, в комментарии, Кришна Крупада говорит, что помимо мужского секса есть секс духовный. И как раз высшее наслаждение чувств заключается в постижении этой науки – науки духовного секса. Но кама превращается постепенно, то есть архарма. Дхарма дает процитание арху. Архарма дает возможность наслаждаться, то есть каму. Но, наслаждаясь, человек приходит к чему? В комментариях Крупада очень четко это говорит, что наслаждаясь, мы постоянно испытываем тройственные страдания. То есть, как только мы связываем свои чувства с объектами чувств, то мы сразу попадаем в ловушку вот этих тройственных страданий. Какие это страдания? Страдания от своего собственного ума и тела, от других живых существ и от полубогов или сил природы. Если мы включаем телевидение, ну, новости, к примеру, кто смотрит, предные, как правило, не смотрят. Кто смотрит, они знают, что новости, как правило, это истории вот этих тройственных страданий. Кто-то там совершил самоубийство или там сел в тюрьму или еще что-то, страдание от собственного ума. Кто-то попал в аварию, страдание от собственного тела. Кто-то подвергся насилию, ограблению, страдание от других живых существ. И где-то прошел ливень, буря, там, цунами или еще что-то, землетрясение. Это страдание от полубогов. Мы видим эту хронику ежедневно. Не здесь, так там, в одной части света, в другой. Таким образом, как только мы принимаем позицию в Ишваре и считаем, что мы являемся господами всего, и начинаем наслаждаться, например, материальной природой, то материальная природа очень легко отвечает нам, давая взамен вот эти тройственные спадания. И Виасадейва отмечает, что боговат Пурана, она, как только мы начинаем внимать боговата Пуране, мы сразу избавляемся от тройственных страданий этого материального мира. Ширхупада говорит, что пройдя вот эти уровни Дхарма, Арха, Кама, Кама, она как раз или чувство удовлетворения чувств, оно сопряжено со страданиями. И тогда у человека возникает желание чего? Освобождения от этих страданий, да? Мокша. Вот это четвертый вид деятельности. И вот это, размышляя над этим, мудрецы пришли к выводу, что мокша, мокша может даровать, ну или как сказать, освобождение. Освобождение мокша или освобождение от страданий, от тройственных страданий может даровать Дьяна Юга. Да, вот это размышление и понимание того, что есть дух, есть живое существо, есть материя и понятные эти взаимоотношения. Но то, что Дьяна ограничивается познанием аспекта, безличностного аспекта Бога, Брамана, и Брамана, личностного аспекта, но глокализованного аспекта Бога. Но Штимат Бахват в данном стихе утверждает, что мы даже этим не занимаемся, мы даже об этом не будем говорить. То есть ни о Боге, ни о его аспекте абсолютно истинной, как Браманме, ни об абсолютно истине, аспекте Брамана. А Штимат Бахватам повествует только о Боговании. Итак, четыре вида деятельности, которые упомянуты здесь, тхама, артха, кама, мокша, по сути дела являются тоже элементами удовлетворения чувств. Потому что желание избежать страданий, по сути дела, ничем не отличается от желания наслаждаться. Это факт. Потому что, по сути дела, для нас, вот векали, наслаждением и несчастьем является, что, по сути дела, избавление, не избавление от страданий, а отсутствие страданий мы уже считаем счастьем. Вот нет страданий, мы уже счастливы, знаете, как одного товарища привели в ад за какие-то там проступки и говорят, выбирай, какие тут, да, тут, что тут. Смотрел здесь, о, нет, тут печень львут, значит, собаки просто наливают, там коршуны какие-то налетают, тут печень, все кричат, ужас. Там, о, нет, огненный шар обнимать надо, там жарят чертиков, еще что-то. И вдруг видят небольшую комнатку, там по колену в дерьмо стоят люди, еще и кудят. Ну, говорят, о, класс, тут даже можно, так сказать, быть счастливым, да, то есть, вот, я сюда. Он зашел, все такие счастливы, и курят, что-то разговаривают, о чем-то говорят, и вдруг команда такая, перебор окончен, погружение. Вот, ну, под отсутствие вот этого погружения в дерьмо уже мы считаем за счастьем. Уже для обычного человека счастье. Но Бхагаватам говорит, нет, мы вам дадим высшее счастье. И высшее счастье, дальше, Шаман Бхагаватам мы уже будем, когда мудрецы задают вопрос, а в чем же высшее благо для живого существа? Мы видим, что, не будем забегать вперед, в чем же высшее счастье, кто-то знает, в чем высшее благо для живого существа? Ладно, тогда не будем забегать вперед, чтобы у вас был некий интерес. Хотя, может быть, до второй песни, по-моему, мы не дойдем, до второй, до второй главы. Это во второй главе, в шестом стихе, говорится. Да, может быть, следующий марафон. Но я обещаю, я, подводя на какой-то логический итог, я скажу, даже если мы не дойдем до этого стиха, два шесть, вот, мы обязательно к нему вернемся. Суд Агаслами отвечает мудрецам, что высшим благом для живого существа является такой вид деятельности, который, что? Ладно, пусть это... Оставим это интригой, чтобы посещать. Мы будем к этому так или иначе возвращаться, потому что, по сути дела, это сущим Агбагаватам. Он отвечает на основной вопрос мудрецов. И, по большому счету, после ответа на это, на это можно было уже разойтись. Не совершать тысячелетнее жертвоприношение, а просто сказать, сут Агаслами, все, мы поняли, спасибо. Вот. Но, наверное, это было бы неполным, потому что дать рецепт, но не объяснить, почему именно этот рецепт, наверное, для Акали-юги было бы недейственным. Итак, давайте, может быть, больше времени уделим каким-то вопросам, может быть, вот в данности, в частности, по данному стиху, или по комментариям, чего пропали. Может быть, возникли какие-то вопросы, чтобы у нас было больше интерактива? Ну, например, а почему достаточно этой Багават-Пурана вообще? Что это за заявление такое, да? Ну, достаточно, не нужно никаких других писаний. Или там, например, а как человек, как так может, что просто он внимательно слушает, да, смиренно, и все, и уже промахался. Вот просто согласился, ну да, буду слушать, и уже промахался. Ответ простой. То есть сам задал вопрос, сам отвечаю. Ответ простой. Может быть, по скайпу вы тоже можете, дорогие преды, задавать вопросы по скайпу. Вот, yoga.razuma, это наш логин. В скайпе можете задавать эти вопросы. Все достаточно просто. Дело в том, что, поскольку Шимар Багават не является обычным произведением, по сути дела, это самая Верховная Личность Бога, воплощение Верховной Личности Бога, то слушание, внимательно слушание Багават является служением, преданным служением. В Багаватнике Кришна объясняет Арджуне, что ученик должен задавать вопросы, чтобы получить ответы, но служить ему для того, чтобы понять эти ответы. Таким образом, служение Багавата, в данном случае Багавата считается как Багавата Пурана, и Багавата считается как преданный Бога Багавата. Это одним именем называется. Служение Багаватам, то есть чистому преданному или Шимар Багаватам, в этом нет разницы. И именно внимательное слушание или Шраманам, Шраманам является одним из девяти видов преданного служения. Мы знаем, какой Киртанам, Шраманам, Смаранам и так далее. Но три основных вида – это Киртанам – воспевание или прославление, Шраманам – слушание, внимательное слушание и Смаранам – пометование. Когда мы прославляем, мы не слушаем. Когда мы слушаем, мы пометуем. Таким образом, Шраманам – это один из девятов преданного служения. И просто внимательно слушаясь Шимар Багаватам, сам Шимар Багаватам возвышает нас на уровень Прамахамса. На уровень Прамахамса дает нам возможность отделить воду от молока. Но поскольку Шимар Багаватам только молоко, то Багавахамса стать очень легко, лебеди. Мы просто пьем это молоко. Внимательное слушание означает просто пить это молоко. Здесь нет воды, в отличие от других произведений. Ну, давайте к вопросам все-таки, а то я сам себе все вопросы задам, если нам на них отвечу. Итак, какие-то вопросы? Можно даже не по теме. А то я сейчас начну программу вопросы, потому что у меня складывается впечатление, что он как-то выйдет со мной. Итак, полностью отвергая всякая религиозная деятельность, преследующая материальные цели. Религиозная деятельность преследует материальные цели? И почему с религией начинается жизнь, а не заканчивается ее? Как вы считаете? Да, мы говорили об этих четырех видах религиозной деятельности, о которых вы решили Круппада. И все они, как мы уже подтвердили, начиная от следования Дхарми, заканчивая даже освобождением, являются, побуждающим мотивом является наслаждение чувств. Поэтому в этом смысле Бхагават Курана утверждает иную религию, иную концепцию религии, совершенно бескорыстной. Есть у нас вопросы? Какие три аспекта абсолютной истины? О каких трех аспектах абсолютной истины мы сейчас только что говорили? Говорите, говорите. Кто знает, говорите. Учите, учите. Параматма, Бхагаван и Бхагаван. Параматма, свечение, личности Бога, дух. Параматма, локализованный аспект, который находится в сердце каждого живого существа. И Бхагаван – греховная личность Бога. Хорошо. Давайте тогда я немножко сделаю экскурс в историю, чтобы задавать вопросы пока не получается и отвечать на них тоже. Пять тысяч лет назад, когда с уходом Бхагавана Кришны в этот мир пришла Каль-юга, Каль развернул свои юны уже вместо Кришны. Несколько тысяч мудрецов, а именно 64 тысяч мудрецов, собралось в лесу на Мишаране для того, чтобы провести жертвоприношение, огненное жертвоприношение в течение тысяч лет. Для чего они хотели это сделать? Они хотели это сделать для того, чтобы понять, во-первых, что является влагом для людей Кали, и чтобы каким-то образом притормозить век Кали, тысячелетних жертвоприношениях. 64 тысячи мудрецов в лесу на Мишаране. И говорится, что среди этих 64 тысяч мудрецов у каждого была своя концепция, свое видение век. Это были великие бандиты, риши. Но у каждого была своя концепция в видении. Они не могли сойтись в едином, что является благом для всех живых существ. На их счастье, на их счастье в числе этих мудрецов оказался Сута Гасмами, великий преданный и святой, который был свидетелем той исторической похвальной встречи на берегу Ганги, и когда Шута Гасмами рассказывал Махараджу Парикшиту, Шимад Багавату. И Сута Гасмами слово в слово запомнил это послание, и они попросили его также ответить на вопросы мудрецов в рассказах Шимад Багавату. Сута Гасмами был участником этой встречи мудрецов, потому что когда Махараджу Парикшиту, проклятый Браманом, вернее, сыном Браманом, отправился на берег Ганги для того, чтобы подготовиться к смерти, то на его удачу мимо проходил нечаянно, как-то случайно, Шута Гасмами, блаженный сын, ясовер. Шута Гасмами, как только родился, ему не нужно было проходить какие-то этапы для того, чтобы стать освобожденным, он родился уже освобожденной душой, и как только он получил от его отца Шимад Багавату, он сразу покинул свое жилище. Говорится, что он ходил на гим, как юродивый, как аванхуд, но при этом девушки, которые упались где-то в озере, они не прикрывали свои ноготы, потому что они не видели в Шукадеу, как юношу или мужчину. В то же время, когда в Ясадеу шел мимо, они прикрывались. Но Шукадеу никто не воспринимал как мужчину или вообще, знаете, такие говорили, не от мира сего. И когда Махараджа Парикши, внук прославленного воина Арджуны, был проклят сыном Рамана за то, что он нанес ископление его отцу, эта история дальше будет описана в Шимад Багаву, это мы не будем забегать вперед, то он отправился на берег Анги для того, чтобы подготовиться к смерти, потому что у него оставалось всего семь дней, семь дней, чтобы подготовиться к смерти. Он понимал, что, будучи царем, он соприкасался с определенными гудами материальной природы, соприкасался с определенными греховными людьми, богатыми людьми. И для того, чтобы ему полностью очиститься, ему нужно было уйти в отречение на семь дней. На его счастье неподолемо присутствовал Шукадеу в Госвами, который и стал отвечать на вопросы Парикши-Тамахараджа. И знаете, там, где собираются святые личности, всегда есть, ну, сразу стягиваются люди. И как раз по степени святости, вернее, по количеству людей можно определить степень святости. Потому что, если, к примеру, Гасвами Махараш приехал в Раменское, то можете себе представить, да, какое количество предмах собралось бы здесь. Вот. Поэтому мы будем обязательно на такие фестивали приглашать садху. И где Шукадеу в Госвами, там мудрецы также собрались. И в этом собрании присутствовал Сута Гасвами. Сута Гасвами, он слово в слово заполнил послание Багаватам и стал отвечать на вопросы мудрецов. И вот это, вот эти ответы и составили, по сути дела, тот Багаватам, который сейчас мы изучаем. То есть это Багаватам пересказаны дважды. Это не Багаватам, составленный в Ясадеу, это Багаватам пересказаны дважды. Сначала Шукадеу в Госвами. И Шукадеу в Багаватам, он говорит, что в третьем стихе, мы будем в комментарии это обсуждать, что Багаватам, произнесенный Шукадеу в Госвами, он стал гораздо слаще. Шука переводится как попугай. И знаете, попугай, когда надкусывает плод манго, он становится еще слаще. И Шукадеу в Госвами сравнивается с таким трансцендентным попугаем, который надкусил этот сладкий плод манго, плод Шукадеу в Багаватам, который стал еще слаще. И дальше, далее, Сута в Госвами уже пересказывает вот этот вот сладкий, еще более сладкий плод, который становится в результате пересказа еще слаще. Грандарав Шукадеу в Багаватам ки! Шлёп рупадаки! Доу премананде! Абрия! Субтитры сделал DimaTorzok